Приветствую вас и идти вам к гадалке или к психологу решать только вам. Я думаю, что гадалка предскажет вам будущее, основываясь на том, что актуально именно сейчас и только сейчас. Я думаю, что психолог поможет вам вскрыть ваши проблемы, негативные триггеры, которые повлияли на то, что вы оказались в этой ситуации, в которой оказались. Но вот что делать вам? Это только ваше решение. Я полагаю, что одного, что вы хотите, хотите ли вы, например, работать над собой, разбираться в причинах того, почему вы оказались в этих всех ситуациях и так далее. Или вы просто хотите, чтобы вам погадали, при этом вы сами ничего делать не будете. Это уже зависит исключительно от вашего выбора. С точки зрения психологии, вы оказались в своей ситуации не просто так. И не по велению случая, не по воле случайности и так далее. В этой ситуации, в какой вы оказались, в эту ситуацию вы попали по строгим конкретным причинам. И причины эти, в первую очередь, такие, что вы недостаточно самоидентифицированы. Скорее всего, есть проблема с неуверенностью в себе, с самооценкой. Но самое главное, когда мы говорим о самоидентификации, самое главное, это то, что, скорее всего, вами управляют не ваши желания. В своем поведении вы руководствуетесь не своими желаниями, не своими потребностями. В своем поведении вы руководствуетесь, скорее всего, сценариями либо родителей, либо тех, кто был для вас значимым, ну, может быть, в детстве, может быть, где-то еще, вот, когда-то еще. Либо, либо вы придерживаете так называемого анти-сценария. То есть, ситуация такая, что вы привыкли полагаться не на себя, не на свои какие-то потребности, а на потребности и наши желания других людей. вот. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, до тех пор, пока вы будете двигаться в этом направлении, в направлении, вот, следования чужим потребностям и чужим желаниям, а не своим, до тех пор, пока вы будете ставить выше себя в кого-то. А именно так это и происходит, именно это является корнем зависимости изначально. То есть, изначально вы ставите себя ниже кого-то, ну, ниже людей, ниже тех, кто вас окружает, и из-за этого вам, конечно же, очень тяжело. Вот, это точно можно вам сказать с точки зрения психологии. вот, можно разбираться, какие триггеры, какие элементы, какие события привели к тому, что вы стали жить не своей фактически жизни. Вот. Это, конечно, может быть и ваш опыт. Это может быть и ваше восприятие себя. Это могут быть и ваши установки, которые основываются на драйверах. И вот сейчас то, что я прочитал, можно назвать как драйвер, угоди всем, угоди каждому. это такой общий посыл, который вам пытаются, ну, может быть, навязать, может быть, вас вложили в его, его. И вы теперь действуете именно в расчете на это, именно в расчете на этот драйвер. пытаясь угодить всем, и через это стремление угодить всем, через эту, можно сказать, потребность угодить всем. вы пытаетесь наладить отношения с людьми. Пытаетесь как-то выстраивать отношения с людьми. Но на самом деле, и это в общем, в общем, это то, что является основой, почему вы обратились к нам. Поступая так, вот поступая так, как я сказал, действуя так, как я сказал, вы не получаете истинной близости с людьми. То есть, у вас не получается выстроить по-настоящему хорошие, адекватные, теплые отношения, которые бы вас устраивали. И именно поэтому вы сейчас обращаетесь к нам. Именно поэтому сейчас вам нужна наша помощь. не что сами вы не справляетесь. И чувствуете себя вы неудовлетворенным. именно именно из-за вот этих вот особенностей. Именно из-за вот этих вот особенностей. То есть, особенности именно такие, что не можете вы выстроить адекватных отношений с людьми. вот. Ну, таких по-настоящему теплых и близких отношений с людьми. И это очень болезненно вами переживается. Конечно. Ну, потому что по-другому и, в общем-то, быть не может. человек, он хочет, чтобы у него все было хорошо. А человек, ведь, хочет быть счастливым. А вы, получается, весьма и весьма несчастливы, к сожалению. К сожалению. Вот именно эти моменты, именно данные аспекты и доставили вас обратиться к нам на ресурсы. и я могу сказать только то, что первый шаг вы сделали. Первый шаг нужно теперь дальше двигаться нужно теперь в сторону корректировки всего того, с чем вы столкнулись. и если вы будете это делать, если вы это делать, захотите исправить ситуацию, поменять свою жизнь, то мы вам поможем. Безусловно. Но только если вы хотите, вы хотите. Только если вы действительно этого хотите. По-другому, к сожалению, не получится. Никак. Я думаю, что именно таким образом можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. И перед тем, как закончить, я бы хотел заметить еще одну важную деталь. Эта деталь касается того, что вы пишете в последнее время пишете вы в последнее время награду. награду. То есть нечто, что-то вас в это состояние ввело. Ну, состояние награды. здесь нужно обязательно подумать. Так а что именно ввело вас состояние награды? ведь вы работаете на нелюбимой работе как в это время. И я так понимаю, что вас все устраивало. не Ну, то есть, да, конечно, конечно, вы были неудовлетворены в целом. Это да. Но все же вас устраивало. И в отношениях с зависимым человеком вы были. Вас это тоже вроде бы устраивало. или нет? С какого момента вы стали чувствовать, что есть проблема? С какого момента вы стали ощущать, что ситуация выходит из-под контроля? главное, что послужило катализатором для этого? Ведь если мы говорим с вами о работе, ну, работе над вашими проблемами, то вы же понимаете, что нам придется от чего-то отталкиваться, нам придется от чего-то двигаться, и это что-то является именно этим катализатором. Понимаете? вот. Так что, я рекомендую вам здесь в обязательном, опять же, в обязательном порядке подумать подумать на эти темы. Ну, над этим вопросом подумать я вам предлагаю. Вот. И, соответственно, уже исходя из того, что вы для себя выберите, исходя из того, что вы для себя решите, можно будет делать какие-то выводы, в том числе и относительно того, как вам жить дальше. Ну, вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что я помог вам. Понимаю, что этого мало того, что я вам сказал хотелось больше. Вот. Но пока исходя из той информации, которую вы предоставили, наверное, более полную рекомендацию давать не имеет никакого смысла. Это вас только запутывает. если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! удачи! Продолжение следует...